Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Ноябрь сегодня вступил в свои права. В народе говорят, суровый и хмурый месяц. С деревья высыпаются листва, в воздухе пахнет сыростью, возможны заморозки, мокрый снег и слякоть. А вот порадует ли нас сегодня погода? Субтитры предоставил DimaTorzok Если будете прогуливаться по парку, не перепутайте рыжую листву с рыжей лисой. Да-да, лисы в городе. Терентий, а терентий, а я в городе была. Была так была. И у када была, чтобы вам, тетереван, не сидеть по деревам, а все бы гулять. Да была, так да была. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» недавно была замечена рыжая плутовка. Видео нам любезно предоставила наша телезрительница Дарья Козлова. Она завела дружбу с котом и прогуливается, наверное, в поисках пищи. По словам специалистов, лисы выбирают парки за удобство и безопасность. Здесь на них никто не охотится. Но селятся они рядом с людьми, потому что доступная еда, но все-таки это хищник и может быть крайне опасен для человека. И все же, как вести себя при встрече с лисой и кормить или не кормить, обо всем расскажет наш эксперт. Республики и гости нашей республики. Я, как ветеринарный врач, категорически не рекомендую не только не кормить диких животных, но даже приближаться к ним. Карачаево-Чаркесская республика является благополучной по многим заболеваниям, в том числе и по бешенству. Но в дикой природе встречаются очаги бешенства, и дикие животные являются их разносчиками. Прикармливое животное, вы вряд ли поймете, больно оно или нет. И можете подвергнуть себя и жизнь своих детей и близких угрозе нападения дикого животного на вас. Тем более, крайне, опять же, не рекомендую приближаться к детенышам. Возможно, что там находится ее нора, то бишь место обитания, и, соответственно, там могут находиться ее детеныши. Если она вышла в поисках пищи, все равно, тем не менее, не рекомендую не приближаться, тем более не гладить и не кормить срок. Итак, если вы встретите на зеленом острове лесу, не приближаться, не кормить, а просто проходить мимо. С утра, конечно, хочется говорить о приятном. К примеру, послушать поэзию. Судьба – моя поэзия. По таким символичным названиям выпустила в свет свою книгу известная поэтесса, народный поэт Карачаева-Черкесии Фарида Седахметова. Почему эту книгу автор называет трудом в своей жизни? Чьи переводы здесь представлены? И только ли новые стихи будут в книге? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Фарида Седахметова ответит мои соведущие Белли Джозаева. Они уже в нашей гостиной. Доброе утро! Вам слово! Доброе утро всем! Доброе утро, Фарида! Здравствуй, Брочка! Ну, мы частенько с тобой видимся, но сегодня у нас с тобой такой радостный повод. Это выход твоей книги «Язык. Судьба. Моя поэзия». Я знаю, что вот эта книга – это труд всей твоей жизни. Ты как-то в этом признавалась, вот скоро выйдет труд моей жизни. И сюда вошли не только стихи, сюда вошли и переводы. Да. Конечно, мне бы хотелось узнать, что ты сейчас чувствуешь в связи с выходом этой книги. И все-таки, чему больше уделено внимание – переводом или все-таки твоим любимейшим стихам? Ну, если о чувствах говорить, конечно. Я, если честно, Былочка, я до сих пор до конца не осознала, что она у меня все-таки вышла. Я ее очень долго ждала. Вот этот период пандемии нас очень задержал. И, ну, чем долгожданнее, тем она и желаннее. Я вот беру в руки, листаю, и мне не верится, что вот действительно это на самом деле труд всей моей жизни. Сюда вошли стихи, которые я для себя считаю лучшими, которые у меня издавались, начиная с 1989 года. Потому что тогда впервые в Махачкале вышел сборник «Голоса молодых» на ногайском языке. Это был коллективный сборник, и туда вошли где-то мои 10-15 стихотворений. Этого сборника, конечно, он давно уже, его нету. Мои книги «Белый узор», «Агорнёк» на ногайском языке тоже редко у кого сохранилось. Это было такое, знаешь, ещё в то время издавали мягкий переплёт, тёмная такая страшная газетная бумага. Но это был мой первый сборник, не коллективный, а именно свой, авторский. И да, и для меня это был 91-й год. Событие. Событие для меня, для человека, которому в то время было 25 лет. И для меня это было вообще с предисловием Келдохан Кумратовой. Конечно, этой книги тоже нету. Нет книги «Признание», которая у меня выходила в Москве в 97-м году. У меня остались только книгами «Ям Дуням», «Мой мир», тоже по типу этой, и «Солнечные часы», которая вышла в 16-м году. И поэтому, конечно, тут эта книга, можно сказать, спрессованная. Во-первых, и немного, конечно, мелковатый шрифт. Ну, на листаже, видимо, сэкономили, потому что если бы там шрифт был побольше, она, наверное, как большой том был бы. Ну, здесь 360 страниц. Там одно оглавление на 10 страниц. Конечно, тут большое внимание уделено и стихам на нагайском языке. Ну, можно сказать, 30% книги – это стихи на нагайском языке. Вторые 30% – это стихи, написанные на русском языке, начиная с 1983 года. Здесь есть раздел «Гудермеская тетрадь». Это стихи, которые написаны еще во время моего студенчества в 1984-1985 годах. И, конечно же, остальные, наверное, 40% – это переводы. Это переводы, опять же, эпос «Эдеге», песня «Симбике», которая у меня только в книге «Мой мир». Переводы наших средневековых поэтов. И впервые в этой книге переводы неизвестных стихов нашей талантливейшей поэты Сыкадрии. Это 11 новых стихотворений, которые у нее остались только в подстрочниках. Переводы стихов Гамзата Аджигельдиева и повести «Срождена Батырова Албасла» – это уже проза. Ну, кроме тебя, эти стихи никто не переводил? Нет, нет. Вот именно эти стихи, ни средневековую поэзию, ни эпос, ни вот эти стихи Кадрии, Гамзата, ни «Срождена» никто никогда не переводил. Вот двуязычных поэтов, писателей у нас не так много. Ну, вот общаясь с тобой, все-таки у меня такое складывается впечатление, что стихи у тебя лучше рождаются на русском языке. Ну, это как сказать. Стихи родного языка – это особая стихия, это стихи, которые на генном уровне у тебя идут. Вот стихи, написанные на русском языке, когда-то мне прекрасная русская поэтесса Раиса Котовская сказала, когда мне было всего 20 лет, тогда я еще на родном не писала, если ты хочешь писать на русском языке, ты должна писать лучше русских поэтов. Сможешь ли это, получится ли это у тебя? А тогда я 20 лет, у меня какой-то вот опломб уже был. Это сейчас у меня нету опломба, я уже на своем месте. А тогда я думаю, почему она мне так сказала? Я знаю, что я прекрасно знаю русский язык, я прекрасно знаю русскую поэзию, но тогда я еще настолько не знала, но я думала так. А потом я бесконечно благодарна этому прекрасному поэту за то, что она мне так сказала. Потому что я не стремилась писать. Это очень ценный совет. Да, да. Она мне дала такой вектор. Или-или. Если сможешь, но я не ставила цели писать лучше, чем другие русские поэты. Я просто писала стихи. Стихи, идущие от сердца. Я не могу сказать. Они душевные, они до такой степени, и в большинстве своем они трагические, несчастные. Ну, конечно, потому что о своей радости, о бесконечном какой-то эйфории писать не пишется. Пишется всегда. Когда грустно. Когда грустно, когда на сердце какая-то, возможно, какие-то мысли, раздумья. Поэзией тоже должна быть экология. Поэт должен писать, возможно, вызывая у своего читателя слезы на глазах. Но это должны быть светлые слезы. Чтобы человек тут читал мои стихи и обрыдался, я не хочу. Я хочу, что если бы даже это грустные стихи, ну, в основном, которые о любви, да? Ну, хотя я считаю, что несчастной любви не бывает. Варида, я тебя перебью. Именно читая твои стихи, человек, мне кажется, но лично у меня так, он получает не слезы, не боль, а светлую грусть. Да, да, да. Светлую. Светлую. Я этого именно и хочу. Но я же говорю, я не пишу для читателя. Я пишу для себя, потому что это моя жизненная необходимость. И я пишу о себе. У меня нет лирического героя. Я пишу от своего лица. От своего имени и то, что я пишу, получается, что, оказывается, я говорю за других то, что они, не поэты, не сумели сказать. Мне однажды одна моя читательница из Будённовска после выхода моей подборки в «Савропольской правде» написала впервые в жизни, я получила какую-то пользу от законов о налогах. До меня пока дошло. Оказывается, в «Савропольской правде» на последней странице был издан какой-то закон о новых налогах, а на третьей странице там моя фотография и подборка моих стихов. И она мне написала к нам на радио, потому что там было написано, что я работаю на радио. Такое письмо. И для меня это было счастье. Она написала, вы сказали то, что я хотела бы сказать. Но не умею. Я не умею писать стихи. Ну, ради этого стоит жить. Ради этого стоит жить, правда. И творить, и писать. Прошу тебя, прочитай что-нибудь. Ой, я бы, конечно, хотела прочесть стихи. И у меня вот есть здесь раздел, он называется «Стихи, написанные в период пандемии». Понимаешь, у меня сейчас же там в Инстаграм выходим, всё. Я некоторые стихи выкладываю в Инстаграм, мне люди говорят, надо же, сколько новых стихов ты написала именно в этот период. Ну, я думаю, потому что в этот период не только поэт, а любой человек задумывается о жизни, о своём смысле жизни. А мы поэты думаем, а мы зачем в этот данный период, в такое сложное время, что ты можешь сказать? Ну, опять же, я пишу о себе, а получается обо всём не то, что о нашей стране, о мире вообще, о вселенной. И вот первое стихотворение, которое из этого цикла. Весна пролетает мимо земли, Земля пролетает мимо весны, Земля, признавалась ли ты в любви той весне, Что сейчас пролетает мимо весна? Что ты знала о ней, о любви? Любовь, что ты знала о ней, о весне? Весна, что ты знала о ней, о земле? Той земле, что теперь пролетает мимо? Родной, что ты знал о ней, о земле? Родной, что ты знал вообще обо мне? Родной, что ты знал о ней, о весне? Родной, что ты знал о весне, о весне, что теперь пролетает мимо. Красиво. Ну, это на самом деле от души, на самом деле это, конечно, боль, потому что не то, что год, уже полтора года мы живем вот в таком совершенно ненормальном состоянии, в подвешенном, страшном. Сколько потерь, сколько разлук, сколько вообще расставаний, что вообще с нами сделала эта пандемия, как она искорежила наши жизни. А слово-то какое страшное. Да, это вообще, даже вот его произносить тяжело. Тяжело, это правда. Фарида, ну вот благодаря таким людям, как ты, я думаю, что будет немного легче это все переносить. Я желаю тебе дальнейших творческих успехов, чтобы ты творила так же, чтобы ты так же писала, чтобы не было у тебя кризисов творческих. Ну, если бы они даже были, пусть они будут незатяжны. Я поздравляю тебя с выходом этой книги и спасибо за все. Спасибо, Балочка. Спасибо. И далее о громкой премьере на телеканале «Россия». В Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» представили многосерийную историческую драму «Седьмая симфония» и кинокомпании «Нон-стоп продакшн» при участии «Твин-медиа». Это пронзительная человеческая история об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, услышал великую музыку из блокадного Ленинграда. Генеральный директор телеканала «Россия» продюсер Антон Златопольский рассказал, что пять лет назад на телеканал «Россия» пришел Алексей Гуськов с идеей сделать сериал о «Седьмой симфонии» Шостаковича, исполненной в блокадном Ленинграде. Нас невероятно вдохновила эта идея, но мы сразу понимали, что путь будет длинным, так как тема фильма крайне сложная, героическая и трагическая. Мы постарались с большой деликатностью подойти к исторической правде. С нами работал один из лучших специалистов по блокадному периоду Никита Ломагин. Эта картина собрала сильнейшую команду профессионалов, которые снимают по-настоящему большое кино. Премьера исторической драмы «Симфония» состоится в эфире телеканала «Россия». Как вы считаете, утро начинается с кофе? Оказывается, нет. Утро начинается с зубной щетки, и сегодня день ее рождения. А родина зубной щетки – Китай. Пять веков назад к трубке из бамбу, как только кто-то смекалистый и ловкий, прикрепил щетину. А потом уже жители Европы усовершенствовали эту конструкцию. Щетину сибирского вепря они заменили на конский волос, который эффективно справлялся с чисткой. Эксперименты с этим элементом зубной щетки велись на протяжении нескольких десятилетий. Одним из открытий стала нейлоновая версия. Чуть позже американские ученые предложили электрический вариант. За последние 50 лет исследователи со всего мира запатентовали свыше 3000 интерпретаций зубных щеток, которые обрели широкую популярность и стали неотъемлемой составляющей человеческого быта. Зубки почистили, а теперь можно и выпить кофе. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Крачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной, но короткой рабочей недели и до встречи в эфире.